Я вас всех приветствую, дорогие друзья, сегодня четверка, это значит, что в GTA Online началась новая неделька бонусов и скидок, на которую мы с вами сегодня вместе и посмотрим. Эта неделька у нас с вами завершающая в плане хэллоуинского контента, и получилась она, к сожалению, не такой хорошей, как, к примеру, прошлая. Но всё равно на этой неделе есть на что посмотреть. С тебя лайк и подписка, и погнали смотреть, чем же нас порадовали Rockstar на этой неделе, конечно же, после небольшой рекомендации. Любите играть в GTA, но постоянно не хватает денег на новые тачки и недвижимость, тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличный сервис с недорогой прокачкой, ведь гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей. В общем, все ссылочки есть в описании под этим роликом. Ну и как обычно, начнём мы с вами этот ролик с халявы этой недели, а именно с подиума Казино, и всю эту неделю тут будет стоять инвентира Кокет Классик. Машинка стильная и довольно олдовая, но, к сожалению, она по параметрам средненькая. Всё равно забрать её на халяву на этой неделе я вам рекомендую, и поэтому, если кто-то из вас смотрящих уже её выбили, то напишите примерный тайминг на колесо удачи в комментариях, так вы поможете другим людям получить эту бричку. И не отходя от халявы, переходим мы с вами к подиуму Автоклуба, и всю эту неделю тут будет стоять Убермахт Ринхарт. И чтобы его получить, нужно занять первое место в серии гонок Автоклуба два дня подряд. Машинка тоже сама по себе довольно средняя, и условия для её получения немного хардкорные. Но всё же, если вы хотите её залутать, то берите с собой дружочка, создавайте лобби этих гонок, и катайте так два дня друг к другу, пока у вас у обоих не будет эта машинка. Два дня это у нас с вами не четыре, поэтому время на неё потратить, думаю, можно. Всё тут же в Автоклубе, только уже на тестовой трассе, всю эту неделю будут стоять следующие три машинки. Это у нас Инвитера Кокет, Фистер Комет СР и Вапит Блейд. И эти же самые три машинки у нас с вами отсутствуют в продаже на сайтах, что делает их эксклюзивами этой недели. Так что, если вы вдруг хотели какую-то машинку из этого списка, то заглядывайте на тестовую трассу на этой недельке. Если говорить про них обобщенно, то машинки довольно интересные. Но в автосалоне Симона у нас с вами всю эту неделю будут стоять следующие машинки. Это у нас Бенефактор XLS, Тандрери Лансталкер XL, Йенус Кагнаскенти Кабрио, Хиджак Растон и ОСС Санктус. Как и в случае с тестовой трассой, все эти машинки у нас с вами отсутствуют в продаже на сайтах, что опять же их делает эксклюзивами этой недельки. Санктус вообще вроде как уже по четвертому кругу в этом автосалоне Симона пускают. Так что к Симону на этой неделе я вам определенно рекомендую заглянуть, список у него довольно хороший. Ну а в автосалоне Лакшери Автос всю эту неделю у нас с вами будут стоять следующие две машинки. Это у нас с вами Бенефактор Воршлагамер и Фотом ФР36. Да, я не спорю, эти машинки довольно интересные, чего стоит только Мерс. Но вот, к сожалению, никакой эксклюзивности на этой неделе в них нет. Они также спокойно продаются на сайте и купить вы их сможете в абсолютно удобное вам время, независимо от бонусной недельки. Так что заглядывать сюда или нет, решайте уж сами. В утильцехе на этой неделе у нас с вами ситуация следующая. Это Оверфлот, Энтити МТ, Угон у Бандитов, Гротти, Стингер, Джити, Угон из Казино и Каниска Мачо, Угон у МакТони. И, к сожалению, ни одну из этих машинок на этой неделе оставить себе в гараж, увы, нельзя. Хотя оно было бы к месту, учитывая, какая неделька у нас с вами получилась. Кстати, стало интересно, пользуетесь ли вы вообще утильцехом в свободное время и фармите ли вы вообще на нем. Напишите об этом в комментариях. Что у нас там по выплатам этой недельки? Двойные выплаты житодоров. Ирпи у нас с вами действуют на все хэллоуинские противоборства. По крайней мере, написано, что на противоборство, а на самом деле на перестрелки серии дел сообщества. На все, которые у нас с вами связаны с тематикой Хэллоуина. На события испытания свободного режима и на заначки Джеральда. И двойная выплата житодоров действует на ограбление инкассаторов. Это у нас с вами случайное событие, которое спавнится раз в пятилетку. Так что эта выплата, увы, бесполезна. По скидкам на этой неделе у нас с вами ситуация следующая. Часть из них перекочевала с прошлых, а именно хэллоуинские скидки. А это у нас бесплатные татуировки с черепом и раскраски для леса в виде черепа. Скидка в 30% действует на Олбани Брикхэм, Олбани Ларчер, Олбани Фрэнкинстенч, Чари Утромера Хирс, Декласси Торнадо Ре Трот и ЛСС Санктус. Еще одна скидка в 30% на этой неделе у нас с вами действует на Пегаси Инфернус Классик, Фистер Комет СР, Труфейт Аддер и Вопит Клюква Вагон. Ну и шедевра скидка на этой неделе в 30% у нас с вами действует в оружейном фургоне на табельный карабин. А если вдруг у вас есть буржуйская подписка GTA+, то вы получите персональную скидку в 30% на этой неделе на Рельсотрон, который опять же является эксклюзивным оружием в рамках этой недели. Даже если у вас нет подписки, я вам его определенно рекомендую купить, эта штука довольно полезная. С арсеналом оружейного фургона на этой неделе вы можете ознакомиться на видео. По скидочкам этой недельки у нас с вами все, и да, тут есть тот транспорт, который нужно успеть купить. К примеру, тот же Хэллоуинский, так как его впоследствии потом уберут. Также я вам рекомендую успеть затарить себе Хэллоуинские раскраски для лица, так как это все дело у нас с вами уникальное, оно доступно нам раз в году. А после покупки оно закрепляется за вашим персонажем навсегда. Теперь давайте с вами поговорим про эксклюзивные бонусы и ивенты, которые у нас с вами действуют на этой неделе. Во-первых, на этой бонусной недельке все еще действует ивент фотографирования призраков. Также у нас с вами вплоть до конца недели будет разрастаться вторжение НЛО. А это у нас с вами много-много летающих тарелок и, конечно же, ублюдская погода, которая в этом году обзавелась новыми вариациями. Ну и, конечно же, у самой этой движухи со всеми пришельцами появилось полноценное завершение истории, где у них впоследствии появится возможность похитить вашего персонажа в свою лабораторию под фортом Занкуда. И оттуда мы с вами уже вынесем стан палку. И, конечно же, нам все еще доступно выживание на кладбище Людендорфа. На этой неделе это заключительная возможность поиграть в этот зомби-режим. Также за вход в игру на этой неделе вам в подарок дадут зеленую маску Череп с узором пламени, футболку Диады Муртас, маску Морская Калака и зеленую и фиолетовый светящийся пижамы Скелет. Также в игру на этой неделе вернули ивент с тыквами. Всего их 200 штук, разбросанных по всей карте. Но вы можете собрать всего 10 и за что получить тыквенную маску. Но если вы соберете все 200 тыков, вы также получите в подарок и футболку. Единственная палка в колеса это то, что эти тыквы сбрасываются раз в реальные сутки. Поэтому это все дело придется спидранить за один раз. Карту с расположением всего этого добра, в том числе и летающих тарелок, вы можете найти у меня в телеге. Так что переходите и подписывайтесь, ссылочку вы можете найти либо в описании, либо в закрепленном комментарии. Также в игру нам вернули одержимых животных, это примерно те же, что на выживании на кладбище. Они как и слэшеры спавнятся за вашей спиной и просто вас атакуют. И еще в игру нам вернули легендарную Кристину и конечно же Цербера. Которые также спавнятся в рандомное время ночью и после вашего убийства просто исчезают. Ну и от них немного можно так обосраться. На этой неделе также действует еженедельное испытание в награду, за которое вы получите желто-коричневую маску демонического козла, 100 тысяч долларов и 10 тысяч опыта. А суть его заключается в том, чтобы одержать победу в двух матчах противоборств. И по бонусам этой недельки у нас с вами все. Пишите в комментариях, как вам эта неделька, мне будет интересно с вами пообщаться. От себя скажу, что из всех хэллоуинских неделек она получилась такой средней. А у меня на этом все, огромное тебе спасибо за просмотр, еще увидимся и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok